Среди обитающих на Земле животных есть много таких, чей внешний вид вызывает сильные чувства. Причиной тому странный, пугающий или нелепый облик. Кажется, будто природа ставила на этих существах некие опыты, не всегда удачные. Поражает и то, что необъяснимое строение, слишком яркий цвет, непонятный образ жизни не помешали животным выжить в межвидовой борьбе до наших дней. Это канал Узнай Больше, сейчас мы расскажем о пяти существах, которые выглядят как не с нашей планеты. Поехали! Акула-гоблин. Ее открыли немногим более 100 лет назад, поскольку живет гоблин на большой глубине в 200-400 метров. Есть свидетельства. Может находиться и на немыслимой глубине более километра, где большинство живых существ выжить не в состоянии. Крупная рыба длиной более 3 метров может набугать одной своей окраской. Полупрозрачное тело, почти белое, сквозь блестящую кожу проступают кровеносные сосуды. Челюсти рыбы с рядом тонких зубов во время охоты могут выдвигаться вперед, а морда заканчивается вытянутым массивным выростом в виде клюва. Но это не бесполезная часть тела. В ней находится множество электрочувствительных клеток. Именно с их помощью акула охотится, обнаруживая добычу в непроглядной тьме. Рацион акулы-гоблина состоит из мелких рыб и рачков. Акула очень мало изучена. Неизвестно даже является ли она живородящей. Сведений о том, где точно обитает эта удивительная рыба, тоже немного, ведь выловить ее удается крайне редко. Голубой дракон. Эти маленькие существа по-своему идеальны. Яркая кричащая расцветка, необычное строение привлекают внимание. Удлиненное тело с короткой головой и длинным хвостом, серебристого с переходом в насыщенный синий цвета по краям. По бокам расположились лучевидные отростки, соединенные пучками. Эти органы помогают моллюскам при плавании. Маленькие дракончики размером до 4 см хищники. Они охотятся на медуз и брюхоногих моллюсков, включая более мелких сородичей. Им нет дела до того, ядовиты ли их жертвы. Стрекательные клетки в организме некоторых морских обитателей не спасают их от дракончиков. Моллюски цвета индиго отлично переваривают их и при этом усвоенные компоненты яда выступают затем в роли защиты. Эти моллюски водятся во всех тропических морях и океанах, но больше всего их встречают на Тихоокеанском побережье Австралии и Америки. Лиловая лягушка. Ее нельзя встретить на земле нигде, кроме одной единственной маленькой области на полуострове Индостан в глухом горном районе. Открыли лягушку случайно и совсем недавно. Все потому, что она практически круглогодично живет под землей. Там лягушки с большим комфортом обитают во влажных норках на глубине около полутора метров. Лишь на пару недель лягушка выбирается наружу для того, чтобы оставить после себя потомство. Происходит это в период муссонных ветров на берегах небольших водоемов. Питается она тем, что найдет в земле, в основном термитами. Выглядит лиловая лягушка как непривлекательный кусок кровавого желе. Этот ископаемый вид длиной может достигать всего 10 сантиметров. Любая опасность заставляет лягушку сильно надуваться, и она начинает напоминать крошечного поросенка. Голова пурпурной лягушки очень маленькая, заканчивается длинным острым носиком белого цвета. Узкая мордочка дает возможность найти добычу в самых неудобных местах, а рифленый язычок позволяет всосать ее. Этому древнему виду, к сожалению, грозит полное исчезновение. Кстати, сведения о лиловой лягушке у ученых были и до открытия, и описания вида. Ведь местные жители давно знали о ней. Молох. На пустынных просторах Австралии обитает маленькая ящерка из семейства агавовых. Она вся от головы до кончика хвоста покрыта броней, состоящей из длинных острых шипов. Это отпугивает хищников, готовых полакомиться молохом. Поэтому ящерице нечего бояться. Ни хищной птицы, ни когтей или зубов наземных хищников. Кроме того, для того, чтобы маскироваться получше, молох использует классическую мимикрию. Окрас ящерицы пятнистый, но может меняться, подстраиваясь под огружающую в этот момент обстановку. Эта одиночка по натуре активна лишь в светлое время суток. У каждой особи есть четко отмеченное личное пространство. Территория невелика, но на нем молох – безраздельный хозяин. Устрашающий облик молоха вводит в заблуждение многих. Между тем, ящерица не хищник. Кроме шипов и окраски, она не обладает никакими органами для защиты. У нее нет острых когтей, ядовитых желез или сильных конечностей. В неволе молох не живет. Слишком специфических условий жизни требует эта удивительная ящерица. Звездонос. Среди кротовых есть один вид, который внешне сильно отличается от других. Как и остальные подземные жители Нор, звездонос обладает узкой мордочкой, под слеповатыми маленькими глазками, мощными короткими лапками с длинными когтями. Все в его облике напоминает о ночном образе жизни и рытье Нор. А еще, и это основное отличие, у него есть уникальный орган осязания. Это 22 разных кожных нароста на конце мордочки, по 11 в пучке с каждой стороны. Оно и выглядит, будто причудливые лучи звезды. За счет этого органа звездоносы могут трогать множество разнообразных объектов одновременно и даже нюхать, находясь под водой. Этот орган так чувствительен, потому что нейронов в нем куда больше, чем в руке человека. На сегодняшний день система осязания звездоноса является самой чувствительной из всех исследованных у животных. Зрение для них, как и для других кротовых, вторично. Живут звездоносы в Северной Америке. Разве все эти существа не поразительно? Не забывайте подписаться на канал, если вы здесь впервые, чтобы не пропускать новые видео. Как и всегда, всем крепкого здоровья и отличного настроения. До встречи в ближайшем будущем! Субтитры сделал DimaTorzok